приветствую вас господа только что у меня перенесли сейчас я вам покажу вот смотрите видите торговый автомат он стал здесь у нее были абсолютно белые вот эти точечки как только я их я его немножечко передвинул подальше точечки стали зеленые следовательно делаю вывод из всего этого дерьма что если техника расположена чуть дальше от своего брата-близнеца в таком случае она начинает работать вот так вот собственно то есть это все приводит к тому что мне нужна вторая комната вот здесь вот для как это называется я по-моему нет не накосячил нормально все для питания вторая комната мне по сути не потребуется следовательно мы можем здесь прямо без проблем расположить половину плавильню пластика да сейчас только у меня все столы доделаются чтобы я уже наконец мог что-то где-то перетаскивать освободились все склады я все поудаляю нахрен и все у нас будет хорошо перед этим я хочу поставить те самые много много серийно обещанные стеллажи я нам сделаю их большими вот сюда вот к стеночке вот здесь будет скажем так два стеллажа а там уже посмотрим да мне кажется что пока два сойдет на ура можно конечно еще сюда один поставить и сюда два но человек как-то мне кажется пока не стоит а упарваться у нас когда будет здесь куча техники тогда уже разместим вот такие прекрасные два стеллажа есть нет я хочу ладно да мне красиво смотрится хочу больше стеллажей если чем их тупо перенесем они же уже будут куплены и правильно правильно следовательно давайте поставим еще один вот сюда по серединке и вот сюда чтобы они были вровень этот вровень этот вровень все отлично заказать 900 рублей у меня получилось за все три стеллажа и мы сейчас сегодня будем с вами вот эту комнату обделывать под металл не да и наверное литейку всю стальную хироманьте вот я кстати думаю да наверное литейка это к металлу то есть короче посмотрим сейчас посмотрим сейчас они создадут эти странные уже тумбы тумбы юмбы и мы их продадим и будем что-то производить определенно точно сюда нужен еще один вот такой вот стол место для склеивания или что-то такое но мне кажется да место для склеивания смотрелось бы отлично я кстати по моему вы хотел перенести да вот здесь вот есть она отлично все все по плану но не по моему им пользуются так что пока мы его трогать не будем единственное только надо все починить естественно в общем все идет отлично главное что разобрался ты механикой еды теперь будет жить проще уютней прикольней и офигенней так что все отлично нам сегодня надо будет с вами организовать здесь полную работу по железу и скорее всего вот здесь в этом нижнем месте я организую окончательную сборку хотя учитывая сколько у меня свободного места можно было бы сборку поставить и здесь и здесь вообще в принципе надо по-хорошему нужен сборочный станок в каждом павильоне в каждом цеху да и мне кажется это было бы правильнее чем если у нас сборка будет находиться вся в одном месте потому что там будут очереди все вот эти вот безобразные дела на определенно точно давайте доделывайте все все тумбы сделаны 9000 как с кустам и зарабатываем тут у нас они он ведь еще и упали по цене это печально кстати так перед носной камин ну вообще ничего не стоит остальное все заблокировано кухонный мультитул это все пока не для нас сейчас они все утащат и можно будет это можно сразу удалять давай 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 и утаскивайте тумбочки ребята где у меня вот это склеивание переезжает вот сюда сейчас будем дальше мутить уровень завершён исследования и разработки давайте посмотрим на 7 очков я что-то так упоролся алё вы зарегистрированы в качестве потенциального поставщика для компании роботник инкорпорейтед номер вашего завода тролливали ему присвоен ранг 0 ожидайте поступления первого заказа выполнять и заказы чтобы повесить рак получить доступ к большому числу заказов так роботы роботы 6 единиц 22 тысячи бочка бот ну пошли посмотрим план ну план капкан я вам скажу есть тут собственно у нас запчасти приходит здесь приходит дерево который нужно будет пилить окей тут у нас собственно идет металл который выливается потом это все собирается изделие поставляется на при на еще одну сборку которая требует чё это такое это вот такая штука которая опять же требует плавку требует дерево матерь божья здесь чё воу воу это что за хрень еще давайте вот такую мать вашу жму вот это я понимаю робот слушайте но это заказ будет делаться слишком долго я пока не готов у меня столько станков тупо нет не туда править пардонте но это классно да выйти в производство роботов это было бы очень и очень симпатично и прикольно давайте свяжем сразу вот эти столы доской и вроде у меня тут больше дублеров нету что мне тут не нравится я прям вот даже смотрю и не понимаю вот эту может штуку вот так подвинуть тогда будет смотреться поприкольней да вот как то так наверное здесь они будут вот такой знаете пошатнется и нахер на циркулярку это будет вообще весело в углах пусто да мне кажется в углах пусто что-то в углы надо поставить ладно с ними разберемся когда-нибудь потом удаляем вот этот вот склад а вот этот вот склад мы сейчас будем немножечко переделывать он будет относиться ко всем станкам собственно можно шифтом вон вот так вот хочу все больше нет станков отлично с этим складом закончили теперь то же самое делаем здесь отлично и что что-то ему не нравится походу что тебе не нравится зона должна быть подключена к рабочему месту она не подключена что ли что за хрень а да серьезно то есть короче ты можешь только один склад подключить что за бред еще за бред это правда бред в таком случае в таком случае нам нужно удалить вот эту зону и вот эту зону тогда я сдвигаю вот эти вот безобразные вещи сюда это тоже придется сместить ну не знаю тоже нам сюда пока что стеллажи мы передвинем стеллажи мы унесем на на в ту зону и будет нормально блин я немножечко расстроен я думал что можно три склада к одним и тем же этим самым подключать оказывается это нет перенесем эту штуку чуть дальше или не перенесем не не будем переносить вообще сюда бы третий стеллаж в лес наверное ну-ка иди сюда вот сюда в угол ставим и вот этот вот разносим на сколько там между ними получается и опять 4 клетки здесь 4 клетки вот так будет отлично симметрия мать ее тогда нужно будет там тоже три стеллажа построить и будет отлично так что у нас там по уровням не интересно по этим самым тоже пока особо не интересно мы поднялись на четвертое место что кстати уже мы почти в тройке лидеров да мы уже в десятке скоро будем в тройке дальше собственно мы должны проверить как у нас идут здесь дела со строением если без этого непонятно ладно кресло о 15 17 тысяч неплохо кстати этого мало все равно на 1 паузу поставить да а есть а пауза то тут нет точно я и забыл и так ладно смотрим значит нам нужен сборочный стол сюда один иди сюда как бы вот так поставить в принципе вы можно сюда поставить к этому цветочному горшочку между ними будет вход между ними будет вход давайте вот сюда поставим цветочки я подвину или не подвину кота несимметричный получается вот эту доску мы должны отключить от того стола разорвать на хрен связь и этот у нас сборочный стол остается в железном цеху доска нам надо здесь пока не потому что потребуется на потребуется и давайте тут разбираться собственно пока что надо все перенести куда-нибудь а я забываю все время галку нажимать ребята перетаскивайте все безобразие я будем здесь формировать металлический этот самый это тоже куда-нибудь сюда это у нас чем это у нас место для работы с деревом в принципе мне кажется что эти места можно еще продавать они нам тут нафиг уже не нужны давай до свидания давай до свидания эту доску мы переносим а пригодится точно это для работы с металлом место но я думаю что мне хватит денег построить все станки поэтому я на тоже можно продать и вторую тоже продать и в принципе на я доску продам потому что это уже слишком много получается давайте увозите это все нахрен это место для шитья она довольно быстро работает поэтому мы его оставляем и дублеры ему нанимать не будем сварочный аппарат мы оставляем и вот эти штуки на тоже оставляем это у нас пластик и это у нас пластик не это не пластик или пластик и не и не инъекционный пресс это пластик да поехали дружище вот сюда в эту комнату я сейчас отсюда пока вот это все поубираю чтобы она тут не мешалась я понимаю что я сейчас трачу приличное количество денег на все эти перестановки но надо так надо так давайте подумаем куда разместить пресса ну допустим они у меня будут находиться здесь типа входишь сразу сразу пилишься первый пресс пошел теперь второй пресс между ними должно быть сколько два квадратика следовательно 2 встает у нас сюда и эта штука давай вставляй эту досочку эту штуку мы располагаем между ними и поставим вентилятор вот сюда в уголок отлично что-то где-то я уже сделал едем дальше нам определенно точно нужны это что такое красочная станция мне кажется красочная станция косвенного относится к пластику пускай она будет тоже пока там стоять потом может быть ей найдем новое место это железная штука плавильни у нас тоже железные я только думаю куда их поставить на они у меня тоже будут центре как и вот здесь или может быть по какой-то определенной стороне потому что как показала практика вот этого цеха мы можем создать только один склад и это очень грустно как по мне от стенки отъехал кактус я понимаю что мы сейчас немножечко встрем денег но это не беда мне кажется мы с этим жить сможем ребята переезжаем 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 кактусы тоже переезжается переезжает общем сегодня у нас большой переезд иди сюда досока и ты тоже иди сюда но вот типа так и вот последний цветочек остался сюда его притаранить можно будет делать утаскивайте это все на хрен молодцы так значит давайте первая зона у нас склад она должна быть примерно той же этой дистанции я бы хотел чтобы не были направляющие но к сожалению это невозможно поэтому приходится вот так вот тащить аккуратно 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 вот сюда не помню какого он там размера в общем до конца кому этого мало или немало на немало окей дальше сюда мы тащим вот эти стеллажи перемещать вот сюда этот вот сюда в угол и нам потребуется еще один стеллаж где у меня тут он был вот этот вот большой вот сюда посерединке заказать так со стеллажами вроде бы разобрались теперь на формировать сам цех это у нас чё сварочный аппарат металл место для шитья мы отсюда уносим на у нас шитье будет вот где-то здесь ну или может быть рядом с пластиком посмотрим как пойдет это что такое это пресс это металл это станок для заливки пены мне кажется что это более-менее пластиковая хрень поэтому мы его сюда вот ставим и наверное сюда еще надо верстак для сборки будет расположить где у нас верстак для сборки вот он у нас такой вот 2 800 стоит я поставлю куда-нибудь куда-нибудь сюда допустим настроение минус 16 чем и туда что-нибудь добавим тогда для настроения вообще кстати можно вот эту штуку сюда добавить прямо в центр и уже настроение сколько минус 16 потрясающе а вот плюс 40 уже отлично 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 так это чё вы привезли место для шитья отлично потрясающе пресс мы утаскиваем в металлическую комнату потому что он там нафиг не нужен и гильотину мы тоже туда утаскиваем что там у нас и будет по металлу отлично потрясающе мать его так пресса по пресса говорю вот эту штуку поставили теперь можно в принципе формировать рабочие места рабочие места надо таким образом формировать чтобы они у нас чтобы они у нас располагались либо по центру либо ближе к выходу наверно ближе к выходу будет правильнее пока сейчас сюда все кактусы передвину это тоже перемещается это тоже еди нахрен так под пройдемся по металлу что у нас есть чего нам надо купить значит у нас есть гибочный станок это вообще не то токарный станок металл покупаем так дальше собственно идем об оборудование это мы купили в абразивная пила у нас такого нету нету мы покупаем причем и кстати на надо две купить потому что уж больно она такая прям такая знаете маленькая хотя давайте пока одно оставим дальше плазменный резак у нас его нету мы его покупаем и станции роботизированного контроля пока нам не нужна нам нужна вот такая штука экструдер для металла и сгибатель для металла да вот и все собственно 1 и 2 и получается мы сейчас на 25 косарей заказываем давайте ребятки а это что а это плавили окей сюда все отлично начнем с плавилик сплавилок вообще на самом деле плавильни они относятся к первичной обработки тогда наверное знаете правильно будет их расположить вот здесь вот рядом со станками рядом со стеллажами где-то как-то вот так черт подери вот здесь пускай будет они располагаться спиной к спине и эта штучка их доска будет находиться допустим здесь окей так первые станки поставили давай доделай абразивная пила штука довольно маленькая и мне кажется можно сюда поставить она тут мешать не будет это у нас собственно плазменный резак мы его поставим мы его поставим спиной к спине с верстаком с не с верстаком а вот с этой штукой вот с этой штукой это у нас токарный станок он где-нибудь вот так будет стоять потому что потому что попозже будет стоять уходя отсюда цветочек давай вот вот сюда его приляпаем эту штуку мы приляпаем уже вот сюда давай уже утаскивай его а чё-то он не хочет вставать то прям а вот хочет все вставай сюда это у нас сгибатель для металла его я поставлю наверное вот сюда к стеночке экструдер для металла мы оставим здесь он здесь довольно неплохо смотрится собственно дальше у нас идет пресс который я тоже поставлю сюда к стеночке сварочный аппарат мы нара поставим рядом с экструдером для металла и у нас остается гильотина гильотину которую можно наверное даже расположить будет ну вот куда-нибудь сюда где кактусы стоят сейчас их перетащу давайте этот цветочек сюда один кактус сюда этот кактус сюда главное чтобы я сейчас не всрал по очкам это будет очень обидно кстати так куда бы этот цветок то поставить вот сюда поставим давайте утаскивайте ребята утаскивайте вот этот кактус еще надо куда-нибудь переместить ну допустим сюда почему нет доска у нас пустая место для сборки я наверное поставлю вот так как-нибудь или вот так или рожей к ним поставить давайте рожей к ним поставлю рядом с ним будет находиться вот эта штука сейчас только вентилятор унесем вентилятор унесись пока сюда где у меня эта штука была во давай вставай подружка подружка встала вентилятор вот этот можно отменить перенос не нельзя ладно сейчас я его туда тоже перетащу вот так чтобы обдувало так сказать рабочего знаете кактус рядом с ним или вообще в угол давайте в угол кактус вот этот вот цветочек я даже не знаю куда его расположить можно вот сюда поставить между вот этими станками да пускай будет и вот этот вот эту клумбу мы ляп ним рядом с моей вот этой вот сборочной штуковиной теперь подключаем склад подождите я не подключаем мы склад сейчас проверим еще по металлу что там получается доска доска вообще без никого езжай сюда у нас будет такой отстойник это что такое место для шитья отлично здесь у нас пластик краска и еще что-то мне кажется что сюда нужно тоже дополнительный склад организовать хотя тоже не факт что есть в этом смысл какой-то пойдемте ка в исследование еще заглянем у меня же там что-то прокачалась значит по дереву собственно четвертый уровень мы получаем и еще у нас открываются новые станки улучшенный фрезеровочный станок который может короче делать какие-то сумасшедшие вещи и у нас есть улучшенная циркулярная пила которая вообще в два раза херачит и все собственно да два объекта один из которых стоит 9000 это циркулярка да это циркулярка но мне кажется она пока в нам это мы пока и на одной справимся не вопрос меня интересует что у нас здесь по украшениям как у нас дела по украшениям так настроение минус 33 иди сюда штука куда-нибудь посмотрим что там еще у нас есть у нас есть кофейный столик кофейный столик который выглядит довольно прикольно кстати я правда не знаю куда я буду может сюда настроение 11 отлично пойдет заказываем 1400 сейчас я знаю что я сделаю я вот эту штуку перемещу вот сюда а вот этот кофейный столик поставим за сборочным давай 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 все перемещайся вот сюда прикольно смотреться будет все по настроению в этой комнате все выровняли сборочный станок у нас тут есть теперь нам нужно организовать место для уже последующей сборки объектов место для шитья перетащу сюда временно и нам нужна здесь сборка сборка место для сборки давайте сделаем его по центру. Один сюда. Один сюда. И между ними... А столик у нас, собственно, уже есть. Заказывайте, ребята. Столик у нас идёт вот сюда. Не, не сюда. Ну, ладно, сюда, наверное. Пока что сюда. Теперь нам нужен здесь такой склад для готовой сборки. Вот сюда. И, наверное, ещё один... А, здесь уже у нас не получится так сделать. Рабочие места. А можно тебя присоединить туда? Да? Да, сейчас только вот столик надо подключить к этому и к этому. Давай. Раз, два. И подключаем это всё к готовой сборке. Всё. По идее... По идее что-то где-то получилось. Что-то как-то где-то получилось. И даже здесь, наверное, настроение хорошее. Можно сюда даже не париться. Париться надо вот с этим местом. Пошли смотреть. Ну, допустим, какую-нибудь пальму с цветами. Настроение 44. Угу. То есть без неё всё хорошо, да? Всё хорошо. Ну, чё, давайте тыстанём мою схему. Я вроде бы всё доделал. Всё везде стоит. Всё везде, так сказать, благоглухает. Вот эту только штуку надо обязательно подключить. Давайте это вот... Это, это, это. Это, это, это. И вот это, и вот это, и вот то. Всё подключено. Этот склад у нас тоже подключён. И нас только вот этот склад не подключён по пластику. Но мне кажется, надо... Надо здесь организовать отдельную зону. Вот такую вот. Даже вот такую, наверное. Которую мы тоже подключим к этой комнате. Для того, чтобы наш носильщик хоть чем-то, сука, занимался. А то он просто сидит без дела и нифига не делает. Ну и давайте отшлифанём, так сказать, весь этот процесс двумя вот такими классными стеллажами. И всё. Собственно, мы готовы. Мы готовы. 15 тысяч осталось после всех моих перепланировок. И теперь пойдёмте смотреть, что мы будем производить. Так. Сноуборд. Ценник в жопе. Не буду сноуборд производить. Ну, допустим, круглый стол. Цена неплохая, спрос довольно велик. План производства. Итак, нам нужна вот такая хреновина. Вот такая хреновина. И вот такая хреновина. Собственно, резать эту штуку вы будете, ребята, вот тут. Круговая обработка будет вот тут. Как классно, когда у тебя есть все грёбаные станки, да? Давайте его экструдер заодно используем. Он же у нас теперь есть. Круговая обработка тут. И я забыл указать сам металл. Сборка будет у нас происходить здесь. Теперь идём по дереву. Циркулярочка задействована. Склейка. Стоять по склейке. Я, по-моему, там забыл или не забыл. Не, не забыл. Всё нормально. Тогда хорошо всё. Тогда возвращаемся в планирование. Склеечка вот сюда. И непонятная обработка на фрезе или что там за станок был. Сборочка тут у нас пойдёт. А, это уже окончательная сборка. Тогда не, ребята. Окончательная сборка у нас идёт вот здесь. Да. Слушайте. Как всё просто, твою мать, да? Так, делаем по партиям и сразу заказываем, ну, скажем, 40 штук. Работайте. Давайте посмотрим, как это всё произойдёт. Мне кажется, что у меня сейчас будет тупо недостаточно рабочих рук. Но мы это дело обязательно сейчас с вами проверим. Как это всё будет. Итак, привезли первые запчасти. Ребята понесли металлические листы на стеллажи. Деревянные эти самые штуки понесли вообще сразу в работу внезапно. Он уже начал пилить их. Блин, вот это реально круто. Кто вам... Кто мне говорил в комментариях, что большие цеха говно? По-моему, не говно. По-моему, прикольно. Всё пилят, всё делают вроде. Единственное, да, проблема это следить за состоянием станков. Теперь я должен на самом большом масштабе это производить. Ха! Вон ещё дерево притащили. Кто-то пилит, кто-то склеивает. Окей. Чё там случилось опять? Новое испытание подъехало. 7 тысяч, ну это фигня. Я чё подумал? Чё бы мне сделать? Мне кажется, мне нужно ещё одного рабочего нанять. Или не нанимать, а использовать вот эти 5, а лучше 6. Да, нанимаем ещё одного. И вот что у нас, собственно, получается. Вот этот парень будет работать по дереву. Это Маргарита будет работать по дереву. И Яков будет работать по дереву. Антонина Зуева будет работать по металлу. Мария будет работать по металлу. Елизавета Волкова у нас будет... Ничего не будет делать, она новенькая. Дарья. Ага, надо исследовать, да? Я понял. Наймём ещё одного тогда чувака, потому что нам будет... Должен будет быть ещё один... Ха! Сборщик. Смотрите, они уже стол принесли на готовую сборку. Как вам такое, а? Металл вроде там тоже пилят потихонечку. Да, мне определённо точно доставляет эта чёртова игра. Вон они склеивают всё в 150 раз быстрее. Правда, у них просто дохренища работы на этой самой, на циркулярке. Видите, какая очередь сумасшедшая. Так, как им помочь? Как им помочь? У меня мало денег, чтобы им на самом деле помочь. Я просто думаю, как ускорить процесс. Мне кажется, надо две циркулярки. Что-то мне так подсказывает. Слушайте, это клёво, да. И звуки классные, вообще всё классно. Надо только починить вот эту склеивательную хрень. Вон они там что-то по металлу пилят. Вообще молодцы, ребятки. Всё знают, всё умеют, всё могут. У нас уже один стол готов. Что случилось? Круглый стол, недостаточно места на складе. Ну вообще, да, я согласен с вами. Хотя не, подождите. Нам нужно подумать, где сделать склад готовой продукции. Можно это сделать здесь. Перемещаем кулер вот сюда. создаём здесь новую зону. Вот такую. Ну вот как-нибудь так, допустим. Всё, здесь будет лежать готовая продукция. По идее. Давайте, ребята, тащите. Вон, первый стол принесли. Отлично. Второй стол принесли. Или что это? А нет, это был не стол, это была просто круглая хрень. Вот уже второй стол принесли. Нормальная тема, мне нравится. Правда, деньги у меня немножечко кончаются, но это не беда. Беда то, что я начал платить людям больше денег. Вот это в натуре беда. Вот такую циркулярочку мне надо либо вторую поставить, либо ту, помните, штуку, которая в два раза быстрее обрабатывает это, обрабатывает дерево. По металлу вообще всё быстро происходит. С металлом я даже не парюсь. Вон, ну на токарном станке эти ручки или что это за херня просто долбит как сумасшедший. Первая партия готова, господа, продаём. Пять тысяч у нас падает. Чё надо? Здрасте, у нашего отдела дизайна новый проект, для которого требуется несколько прототипов. Пожалуйста, разберитесь с этим как можно скорее. Чё там? Опять гробы? Серьёзно? Нет, спасибо. Я один раз, я один раз обжёгся об эту хрень. Больше не хочу. Хотя, может быть, в этот раз нам повезёт больше, но с такой, с такой циркуляркой наверное не особо повезёт, потому что, видите, слишком долго она обрабатывает. Всё. А если её переместить вот сюда? Ну-ка переместите её туда. Кажется, я решил вопрос, не? Ну или, по крайней мере, он немножечко решился. Гибочный станок, мне кажется, надо вот сюда перетащить. Он довольно большой, такой, знаете, как шкаф, будет тупо здесь мешаться. Да, вот так прикольно. Так уже прикольнее. Они определённо точно быстрее это делать начали. Ладно, подождём побольше столов, потому что, вот вроде на складе место есть, так что нормально. Единственное, только по спецзаказам у нас мало места получается. Давайте посмотрим по участкам. Чё мы будем вообще дальше покупать? У нас есть возможность купить что-то справа, и у нас есть возможность купить что-то снизу, 21 тысяча. Да что тебе надо-то? Пошёл в сраку, дебила, кусок. Также мы можем что-то здесь купить. И да, вы мне написали по поводу того, что у меня отгрузка будет неудобна, что она будет находиться здесь. Не пальцем, ребята, отгрузку я перетащу. Скорее всего, я уже пару мыслей на этот счёт имею, и почему я вообще сюда пришёл. Всё, ха, всё чинить, всё чинить. Да, циркулярка вообще не останавливается. Это узкая горлышко нашей производственной цепочки, по-моему. Мне почему-то так кажется. Давайте, пойдёмте посмотрим, что можно с этим сделать. Итак, циркулярка, и где-то здесь был новый станок. Вот, улучшенная циркулярная пила. Мне кажется, что она нам очень потребуется. Она очень быстро работает, стоит 9 тысяч. Если даже я эту продам, мне, наверное, не хватит на неё. Как она выглядит вообще? Воу, воу, воу. Слушайте, а есть смысл мне девятку платить, если я могу за три поставить ещё одну циркулярку и не париться? И у меня вроде даже доска была свободная, не? Не, по-моему, доски свободной у меня не было. Но в любом случае, можно поставить вторую циркулярку и не париться. Это вопрос только куда? А вообще, я знаю, куда, да. Да, отлично. Заказываем эту штуку. Собственно, теперь я хочу перенести вот эти цветочки, скажем, вот сюда. Или что там мешает? Я не понял. Смотрите, не встаёт почему-то. Что-то мешает. Хотя, вроде, станок направлен в другую сторону. Ну, ладно. В общем, допустим, я поставлю эти цветочки куда-нибудь сюда. Вон, кто-то упал опять без кофе. Хотя, вроде, по кофе всё отлично. О, было. Да? Ладно, комнату отдыхаем. Давайте, ну, не знаю, что вам вкорячить ещё можно. Давайте ещё одну кофейную хрень вот сюда поставлю. Так, что, привезли? Не, не привезли ещё. Мне нужна ещё доска, кстати. Где доска? Доска, доска. Доска, иди сюда. Вот сюда поставлю тебя пока что. Всё, утащили клумбу. Принесли циркулярочку. И мы сейчас вот что делаем. Одну ставим сюда. Вот эту перетаскиваем вот сюда. она не влезает, да? О, чёрт, печалька. Давайте, перетаскивайте. Я тогда думаю, как лучше быть, как лучше поступить. Нам нужно две циркулярочки уложить. И если её раздвинуть на один квадратик, то тоже будет говно. Чё, придётся вдоль стенки, что ли, располагать? Это довольно печально. Ну, ладно. Допустим, одну сюда, и эту через два сюда, и эту вот сюда, в общем-то. Ой, подождите, нет. Свяжем мы их потом. Хотя можно сейчас, почему нет? И сюда вот её, собственно, эту штуку загоняем. У нас места много, можно, можно расширяться немножечко. Я понимаю, что я сейчас простаиваю, но это всё мелочи жизни. Всё, подключена. Где очередь? Во, давайте отправить задачу в конец очереди на другое рабочее место вот сюда. Всё, теперь будет два раза быстрее всё происходить. Я надеюсь на это, по крайней мере. Им довольно далеко приходится бегать. Давайте столы продадим. 9 тысяч там. На 9 тысяч уже наделали. Этого мало, конечно, но хоть что-то. Один почему-то работает на циркулярке. Наверное, потому что у меня один на дереве. Вообще-то два было. Вот чё она тут ходит с наушниками, ничего не делает. Так дела не делаются, жопая. Чё, починить, это починить. Вроде всё остальное нормально себя чувствует. Так что ничего остального чинить не надо. Странно. Я надеялся... А, ну может потому что я перенёс задачу. Наверное, потому что да. Посмотрим. Да, видите, здесь очень печально перенести задачу вот сюда. Может так они будут быстрее работать, посмотрим. Во, на оба станка начали класть, по крайней мере. Ну, по идее, не скажу, что всё хорошо, они всё прям, у них всё прям кончается, слушайте-ка. Может быть им в центре куда-нибудь поставить, ну, допустим, настольный футбол. Почему нет? Это будет прикольно. Я пытаюсь просто сейчас оптимизировать весь все процессы, чтобы уже потом не париться. Самое главное, нам знаете, что будет сделать? Где-то здесь я это видел. Где-то здесь был автоматический ремонт. По-моему, вот это, плановое обслуживание. Вот, снимает расходы, трали-вали, или может и не это было. Короче, суть в чём? Если правильно всё улучшить, то вот этот парень, где он у меня тут был, носильщик сраны, он будет автоматически ходить и чинить станки. Что очень круто, как по мне. Он, видите, валяется уже. Рабочий упал. Обалденно. Ребята, вы так быстро начали жрать, что я даже не знаю. Рабочий рухнул от истощения. Посмотрите, сколько у них есть здесь жратвы, и они всё равно не успевают жрать. Очень странно. Все валяются. Потрясающее дерьмо. Давайте пока продадим на шесть, там, шесть столов уже готово. Видимо, такие долгие заказы они не вывозят. У них кончается вот эта вот жратва. И я, на самом деле, даже не знаю, чем им помочь. И радио у них тут есть, и столик, и всё у них вроде должно быть. Но как-то это всё медленно происходит. Сейчас уже, вот видите, четыре накопилось. Пять, четыре, два, три. Да, но она почему-то меньше, меньше, чем хотелось бы. Я могу, конечно, упороться и поставить ещё один вот этот автомат. Но я что-то думаю, что это делу не поможет. Давайте, поставьте. Он, видите, он весь уже... Нет, смотрите, зелёный. Ну, вот так, может быть, будет получше. Посмотрим. Десять тысяч у меня в кармане, двадцать четыре столика мы уже осуществили. Вон там уже готово четыре. Неплохо. А почему здесь дерево, кстати, лежит? А, содержимое зоны. Место выгрузки. Вот. Так будет лучше. Они тогда утащат доски, куда надо. Вон, видите, досочки, как быстро делают. Вот это мне нравится. Обалденно. Есть что продать? На восемь штук продаём столы. В общем, я думаю, что неплохо получилось на самом деле. Есть, конечно, некоторые огрехи, которые можно было бы пофиксить. Я вот этот хочу цветок. Не, не хочу. Не хочу вот сюда. Он тут как-то смотрится не очень хорошо. Вообще, вот эта штука, абразивная пила, тоже не очень хорошо смотрится. Я бы, на самом деле, купил ей напарника. Да. Сколько вообще стоит? Ну-ка. Она такая маленькая, прям капец. Где эта пила, мать её? Вот она. Да, я думаю, что ей нужен напарник вот сюда. А для того, чтобы они вообще дружили хорошо, мы им ещё и доску купим вот такую заказать. Давайте, ребята, ставьте. Она пока, по-моему, не задействована, но всё равно в будущем мне кажется... Это, мне кажется, знаете, такой же процесс, как и здесь с этими, с циркулярками. Так, вот теперь осталось только что-то с пластиком придумать, хотя вроде по пластику все телодвижения, ну, они довольно быстро все работали, поэтому мне кажется, что проблем быть не должно. Я думаю, что у нас проблемы будут с рабочими. У нас три по дереву, два непонятно почему, Дарья, это у нас носильщик, который, видите, уже получил две звезды, и я бы мог прокачать её на технические работы, но, к сожалению, я пока это не исследовал. И у нас два человека по металлу, то есть нам надо ещё одного человека по металлу поставить и ещё один у нас должен быть по идее носильщиком, либо по итоговой сборке человек работать. Вот это уже будет реально оптимизация хорошая. Так что сейчас будем смотреть и пробовать. Но мне уже нравится моя фабрика, она уже такая, уже, знаете, прямо фабрика, не завод, конечно, но уже полноценная фабрика с цехами и всё такое. Главное, что никто не падает. Давайте продадим, я смотрю, там вы склад уже забили. Продавайте, продавайте. А пока я посмотрю, что мы можем ещё посоздавать. У нас есть столы, у нас есть сноуборд, который абсолютно упал в спросе. Да, всего 20 единиц, но это такое себе. У нас есть комплект песочницы, который, кстати, очень быстро будет делаться, но он очень мало стоит, к сожалению. Также у нас есть резиновая уточка и у нас есть стульчики, такое всякое. Так, тут у нас что, тумба, тумба, закосарь, как вам такое? А этот вообще тоже закосарь. Но здесь спроса больше. Да, давайте тумбы, может, попроизводим сейчас. Просто я не знаю, барбекю на колёсах, оно в дереве не требуется, а можно, кстати, и барбекю отдельно делать, и тумбы. Но, мне кажется, там ручка их... Ну, короче, сейчас подумаем, сейчас подумаем, сейчас подумаем. Сейчас по станкам. Здесь всё хорошо, по дереву работа закончена, походу. Походу закончена, они там все что-то отдыхают. Я думаю, что им нужен ещё один столик, потому что половина, видите, просто ходит. Вот чего вы сидите-то? Вы всё сделали, что ли? Древесное плитание, достаточно места на складе. Недостаточно места на складе. Вы должны это вот сюда принести, вроде бы, или нет? Мм, очень странное поведение моих этих придурков. Давайте доставим 4 стола. Странно. Вот эта хрень, по идее, должно относиться вот ещё к этой фигне. Но почему-то сюда ничего не носят. Они не могут сюда древесную плиту принести. Последний стол не могут собрать. Вот, собрали наконец-то. Всё, увозите нафиг. Увозите нафиг. Это, видимо, когда этот склад изменил, у них немножечко крыша потекла, и они такие, что делать-то? Непонятно вообще. Итак, тумбы. Где они? Средние тумбы. Вот эти. Тысяча, тысяча рубликов. План производства. Погнали. Итак, здесь у нас металл. Плавка у нас будет находиться вот здесь. Здесь всё выбрали. Здесь у нас круговая обработка на токарном станочке. Дерево на циркулярочках. Это что такое? Клейка. Клейка довольно быстро происходит, так что можно не париться. Мы уже это производили, я знаю, но просто надо переназначить. Переназначить на станки, на правильные. Тут тоже дерево. Тоже циркулярочка. Сборочка деревянная. Да. А вот они металлическую херовинку должны принести. Да, и на сборку. Это первичная сборка. Будет ящики. Да, это производство ящиков. Окей. Дальше что? Ящики. Это всё хорошо. Циркулярочка вот здесь. Клеечка вот здесь. И готовая сборка. Ну да, сборку я уже назначил. А теперь, собственно, итоговая сборка будет происходить вот здесь. У нас, короче, узкое горлышко. Я знаю, где получилось. Оно получилось у нас в конечной сборке. Да. Получается, что так. Где мы не попали? Прочность. Ну это изи. Поправить всё. Количество 18. Нет, давайте... Давайте 20. Да, и партиями тоже. Погнали. Погнали, ребята. Делайте дело. Это надо починить. Вроде всё. Вроде всё поставил. Можно вот это вот убрать? Вот, спасибо. О, опять какие-то... Деревянная планка недостаточно места. Да, что вы гоните мне? Гонят ведь, мать их. Тут всё есть. Нет, можно, конечно, сделать следующим образом. Вот так вот. Бах! На две штучки. Эту штуку перетащим вот сюда. А эту штуку вообще в угол тогда я перемещу. А, и здесь то же самое делаем. Вот так вот. А клумба у меня поедет. Куда она у меня поедет? Я даже не знаю, куда её засунуть. Вот, давайте сюда засуну. Отличное место. Ну что, теперь влезаете? Или вот этот надо раздвигать? Границы. Давайте на один квадратик подвину его. Сейчас посмотрим, будут сообщения вылезать по этому безобразию или нет. Это ты что так? Привёз мне запчасти, козлина? А где, простите, ты чё не работаешь, зелёный? Странно, почему они не носят дерево? У меня огромные вопросы к нему. Они сразу отсюда носят во все места... А, да? Чёрт. Прикиньте, вот это... Вот теперь, по идее, должен занести. Да, пошли заносить. Мой косяк, товарищи, мой косяк. Здесь то же самое нужно сделать. Вот эту подключить. Всё, теперь всё должно нормально быть. И эти сообщения мы получать уже не будем. Или будем уже поменьше. Делайте, делайте, ребята, делайте. Не тупите. Не, всё равно, смотрите, что за хрень? Увеличьте уже имеющийся склад. 4 на 4. Да она маленькая досочка-то. Странная хрень, на самом деле. Может быть, какой-то баг? Я не очень понимаю. Вот ящик. Начинают собирать первый ящик. Уже два. А, или уже столы. Уже столы пошли. Они, короче, ящики не могут положить. Вот в чём проблема. Так, сейчас. Как можно решить вопрос? Мне нужно освободить эти станки. Может быть, я просто их перенесу вот так вот горизонтально поставлю. И тогда мы этот склад просто до конца продлим. И всё будет отлично. Можно тебя перенести? Можно. Они, наверное, тут не влезут ни хрена вдвоём-то. Да, вот что-то как-то по месту то у меня не очень получилось. Может быть, шить её, перенести. Хотя, да, будет шить и вонище там будет. Единственный вариант, как это всё поправить, мне купить вот эту область, продлить туда вот это вот место и уже, собственно, использовать там этот склад. Потому что готовая продукция у нас немножечко мешает здесь всему. Но, вообще-то, здесь до хрена место под ящики. Я не знаю, что им не нравится. Это, по-моему, какой-то бред. Вот они ящик понесли. Положили спокойно на стеллаж, да? Вон, под стеллаж ящик запихали. Всё у них есть. Это какой-то бред или глюк. А может, и то, и другое. Так, вот эти станки надо бы тоже починить. Чё у нас тут ещё в плохом состоянии? Главное, чтобы ничего не взорвалось. Алё. Здрасте. У нашего отдела новый проект, для которого требуется несколько портативов. Пожалуйста, разберись с этим. Подробности. Опять гробы. Ты дурак, что ли? Гроб. Нет, я не буду ваши гробы производить. Это всё говно собачье. Я произвожу то, что мне приносят деньги. Понятно вам? У меня кто-то прокачался. Елизавета Волкова. Ты, моя дружище-подружище, ты будешь теперь по металлу. Теперь ты будешь по металлу. И мне нужны ещё пластиковые ребята. Но я думаю, что у нас будет этим заниматься просто чувак, который вот, типа Антон Беляев, например. Да, у нас получается три по дереву, три по металлу. Тоха Беляев у нас человек на все руки мастер. Прямо универсальный такой рабочий, которого в идеале надо было бы направить на пластик. Ну, по идее, да. Один человек на пластике справится, а может и нет. Ну, короче, посмотрим, как пойдёт. Четыре стола у меня уже готово. Тумбы. Пускай дальше делают. Главное, что процесс идёт, и мне это нравится. Я, по-моему, упал, да? На одиннадцатое место обвалился. Что, кстати, очень странно. Видимо, по капиталу, что ли, это всё работает. Был на четвёртом, обвалился. Что вы ещё хотите? Стульчики за двенадцать тысяч. Ну, это такое себе. Да, вот улучшенные у нас есть гитара. О, гитара эта классная, но она ничего не стоит. А вот малая лодка не стоит ещё меньше. Потрясающе. Есть ещё робот. Ящика-бот. Во, ящика-бот. Отлично. Бочка-бот. Мини-бот. Может, мини-бота сможем произвести? Слушайте, у нас, по идее, для этого всё есть. Металл и пластик. То есть, дерева там вообще нету. Получается. Но стоит эта штука просто космических денег. Пойдёмте план производства смотреть. Итак, первая запчасть. Здесь у нас металл. Плавить его будут вот здесь. Это запчасти. Здесь дерево. Ну, тут всё понятно, собственно. Ничего сложного нет. Сборка этого безобразия произойдёт в деревянном цеху. Тут опять металл. Опять плавка металла. Сборку я уже поставил, да. Вот теперь ещё одна сборка. Это уже... Ну, пускай здесь собирается. Это тоже сборка изделия получается. Опять металл. Опять плавка. Нихера себе. Вот это да. Нам нужен прямо цех-литейка. Деревянная штучка. Да. То есть, короче, дерево таки будут. Хотя написали пластик и металл. Нифига... В ружке. В ружке. Сборка, понятное дело, тут будет происходить. Это готовое мы уже назначили. И теперь шасси. Шасси они хотят вот такое. Уеу. Ладно. И это у нас половиня. И это у нас экструдер получается. Да. Как раз его надо хоть... Пусть поработает этот сраный экструдер. Дальше. Сборочка шасси. У нас будет происходить вот здесь. Потому что всё остальное тоже металлическое. И потому что мы, в принципе, с этого цеха не выходим никуда. Сборка готового изделия пускай будет здесь. Это какое-то... Хотя, наверное, зря я сюда поставил. Давайте тоже здесь производить его. Ну а тут какая-то интересная херь, которую нужно вот здесь вот обработать. По сборке мы всё поставили. Шасси поставили. И, собственно, последнее изделие это башка робота. Которая вот микросхемка. Рулоны. Ну, рулоны понятно, что мы их там попилим. Это всё быстро происходит. Пресс будем использовать. Короче, абсолютно всё, что у нас есть, мы будем использовать. Сборка будет происходить вот тут. И окончательная сборка роботов будет происходить на робостанке. Которого у меня, к сожалению, пока что нету. Стоит эта штука 8000 долларов. И я, в принципе, могу себе его позволить. Правда, некуда ставить. Давайте вот сюда, может. Ну, чисто поржать. Чисто поржать, да. Тумбы продаём. А, простите, не туда нажал. Доставить. 5000 мы вернули внезапно. Я просто хочу, знаете, одного робота произвести. Просто, чтобы посмотреть, я вообще готов к такому или нет. Это, кстати, не роботы. Где мои роботы? Вот этот робот. План производства. Иди сюда. Чё мы не поставили ещё? Вот здесь, говорят, не поставили. Я ж тебя ставил, не? И тебя вроде ставил. Но тут пускай будет. Всё, вроде всё поставлено. Здесь металл только не выбран был. Это всё поставлено. Подстройтесь под показатели. Так, у нас появился новый показатель. Который называется а... 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 Ну и что там роботительного должно быть? Здесь такого показателя нет. Здесь тоже нет. Здесь тоже нет. Вопрос только, где он появляется. Может, какой-то материал специальный нужен? Это не роботительное. Здесь вот есть одна роботительная... Это самая штучка 13. Она до 17. А есть такой... Нет, это ни на что не влияет. А, ну вот процессы влияют. Видите? Процессы влияют. Кто бы мог подумать нахрен. А можно какой-нибудь другой вид работы выбрать? Так. Здесь нету роботительного. Ну вот можно нафармить роботительность, если собирать гусеницы. Давайте попробуем. Окей. Здесь роботительности нет. Окей. Здесь все хорошо. Это у нас экструдер. Эээ... Дальше, собственно, вся та же самая трихомудия. Сейчас я что-нибудь придумаю. Не переживайте. Я просто соберу его. Хотя бы, чтобы он был готов на создание. О, пластик появился, да? Давайте пластик. Пластик это хорошо. Мы по нему что-то давно уже не работали сегодня. По-моему, вообще не работали ни разу. И сборочка будет происходить вот тут. Да, с этим разобрались. Здесь вот металл только надо поставить. Где есть еще роботительность? По идее, вот здесь. Восемь. У меня сколько не хватает? Три не хватает очка. Эта штука дает сейчас плюс два. То есть, если я поставлю плюс шесть, или хотя бы восемь, ну плюс шесть, допустим. Да, и все, и получается. И так опять же дерево. Привет, дерево. Привет, циркулярочки. Вот это, представляете, какая цепочка? Мне кажется, это одно из максимальных вещей, которые в этой игре есть. И мы произведем хотя бы одного гребаного робота. Просто чтобы посмотреть, сколько это времени займет. Мне чертовски интересно, товарищи. Да, у меня аж серия активировалась, падла. Представляете, от этих роботизированных... Давайте двух, да? Два робота сделаем. Готовы к производству. Хорошо. К планированию уходим. Сейчас доделаем тумбы. И я поставлю этот заказ. Но, как вы уже поняли, заказ этот я поставлю уже в следующей серии. И, господа, так же, как и в следующей серии, я доделаю тумбы. Ну, а что вам ждать-то, правильно? В любом случае, спасибо, что смотрели. Надеюсь, вам было интересно. Вот такая у нас уже фабрика. Думаю, дальше она будет еще больше, еще интересней. Услышимся в продолжении Little Big Workshop. Я это и покупаю. По кусечке. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...